Готовясь к теоретическому экзамену, управляющие компании забыли о практике. Уже неделю погода радует нас плюсовой температурой и солнечным светом. И, казалось бы, надо радоваться теплу, но на Ринмарцам не до веселья. Переломы, черепно-мозговые травмы, ушибы, разбитые стекла и нервы. Ринмар в очередной раз не был готов к оттепели. Столбики термометров опустились до плюсовых температур, но от этого появились только минусы. С крыш падают глыбы льда и снега, на тротуарах гололед и на дорогах тоже не все гладко. В нашу редакцию поступали и поступают звонки от недовольных жителей. Сегодня мы решили проехаться по дорогам и тротуарам на Ринмаре и все же узнать, где стоит ходить, а где не стоит. И первым делом мы отправились к Лидии Викторовне Кычиной. Женщина, не зная, в какие еще двери стучаться, обратилась в службу информации нашего телеканала. А история следующая. Пенсионерка, прогулявшись до аптеки и обратно, почувствовала себя и фигуристкой, и альпинистом. Только вот от таких спортивных нагрузок у женщины подскочило давление. Я дошла до аптеки кое-как. И дальше я не пошла, еще в хлебный зашла, потому что у меня даже поднялось давление. Это же ужас какой-то. Кто у нас отвечает за это? У нас какая-то развелась всяких компаний. Но никто ни за что не отвечает. Вот вы сегодня заходили в подъезд, видели? Очень удобно было заходить, да? Там ноги сломать можно, а мы платим. За содержание дома Лидия Викторовна ежемесячно платит полторы тысячи рублей. Впрочем, не понимает, кому и куда уходят эти деньги. По дворе дома 36 по улице Волчейского передвигаться безопасно, пожалуй, только на коньках. Песком посыпано, конечно, но этого недостаточно, считает пенсионерка. Впрочем, практически весь город превратился в большой парк аттракционов. Тротуары теперь сродни катку, а в микрорайоне Кармановка и вовсе появилась ледяная горка. Наринмарцы негодуют и не понимают, почему так сложно посыпать каких-то 10 метров песком. Неудобно, очень ходить с ребенком особенно. Опасаемся вот за жизнь маленького ребеночка, чтобы не покалечился. Это бардак. Еще больше сказать ничего. Это вообще, коммунальные службы в городе вообще не работают. Впрочем, как выяснилось, коммунальщики все же работают. Когда наша съемочная группа в первый раз выезжала к Лид-Сити, а было это в четверг, перед глазами была вот такая картина. Пятница, обед. Горки уже нет, люди проходят спокойно. Возвращаемся во дворы жилых домов. Там вовсе целая индустрия опасных развлечений. Пешеходные дорожки не посыпаны, с крыш летят глыбы снега и налить. Яркий пример рыбников 6Б. Там сосульки с крыш, как снаряды метких снайперов. То и дело попадают в лобовые стекла припаркованных автомобилей. Кстати, обеспечивать безопасность жильцов должна управляющая компания, за которой закреплен определенный дом. Уборкой снега и наледи с крыш многоквартирных домов занимается управляющая компания, обслуживающая данным жилфондом. Ну а с других зданий и сооружений, естественно, тех сплотирующих организаций, которые занимаются обслуживанием. Рыбников 6Б принадлежит управляющей компании «Наринмарстрой». Мы решили выяснить, в чем же дело и почему люди, которые исправно платят за содержание своих домов, каждый день подвергают себя опасности. Но директора на рабочем месте не оказалось. Уборка придворовых территорий – обязанность еще одной коммунальной службы. Предприятие «Чистый город». Но работники этой организации настолько заняты, что даже по телефону прокомментировать ничего не смогли. Ради эксперимента мы позвонили в час ночи. Но трубку, естественно, никто не поднял. Так же, как и на следующий день. А в этом снежно-ледяном коллапсе, пожалуй, один плюс. Наринмарцы явные сторонники экстрима не растерялись и безответственность коммунальщиков использовали для развлечений. Вот так о снежной горке возле Алицити пишут в одной из соцсетей. А я там с дочкой на ватрушке катаюсь. Очень удобно. И бифидок возьмем, и на горку сходим. Я совмещаю приятное с полезным. Скатываюсь там, потому что не пройти нормально. Что ж, веселый народ Наринмации в любой трудности ищут положительные моменты. Только следует помнить и горожанам, и в первую очередь коммунальщикам, что иногда такие развлечения опасны для жизни.